Всем большой привет! Сегодня у нас распаковка с Валберис, полностью касающаяся стемпинга. Будем с вами тестировать пластины и, возможно, какие-то дизайны сделаем вместе. Специально так собрала. Пластины шли постепенно, не сразу все кучкой, поэтому собирала специально так. Ну, давайте начнем с самого, наверное, интересного. Эти отствинем в сторону. Заказала вот такой наборчик. Это я уже открыла посмотреть, мне было любопытно. Здесь идет пластина и штампик. Ну и два скребочка еще в комплекте. Но дело в том, что пластина кладется рандомно, то есть не знаешь, какая попадется, это полностью сюрприз получается. Ну, я, конечно, сюрпризы этому не особо обрадовалась, но, тем не менее, приятно. То есть стоит этот набор такая же цена, как просто отдельно штампик купить, то есть 130 рублей всего. Ну, а тут с пластиной почему бы нет. Пока вот так переверну, чтобы вас заинтриговать. Давайте посмотрим на штампик. Штампики такие обычно с Алиэкспресс я заказывала. У меня, наверное, два таких уже есть. Просто они уже со временем все приходят негодные, становятся очень липкие, в работе неудобные, матовые, уже затираются со временем. Красивый тоже цвет рандомный. Там есть комплекты штампы разные. Вот я взяла такой. Есть коротенький штампик и есть такой длинный со стразиками, по-моему, красивый. Ну, и все тут как бы подушечка обычная самая, все нормально, дна тут нету. Так что штампик и штампик. Липкости такой особой. Вот видите, палец не прилипает. То есть хороший он, тугой такой упругий штампик. Вместе с ним идет вот такая, ну, считается, что это пластина. То есть даже у нее есть, видите, название, рисунки вот такие можно отпечатывать. И также использовать как скребок, скрапер, будем по-модному говорить. Так, и здесь тоже у нас идет даже так же название. И здесь вот такие красивые рисунки. Очень даже интересные. Можно будет тоже их потом протестировать. И крышечка. С крышечкой очень удобно штампы, потому что силиконовая подушка на нее все липнет. Так, ну, давайте уберем в сторону. Теперь будем разглядывать пластины. Пластина, которая шла в комплекте, я пока не буду убирать с нее пленку. Я думаю, и так видно рисунки. Когда начнем тестировать, тогда мы уже будем конкретно все разглядывать. Ну, так себе, скажем так. Вот наподобие таких у меня есть отдельная пластина. Может быть, там не такие именно рисунки. А так вот я даже не знаю, какие тут могут. Вот этот интересный. Так особо кружевные такие. Они будут на ногтях черные полностью или белые, там, смотря какой краской. Ну, не совсем, я считаю, удачные рисунки. Но, тем не менее, у меня такой пластины именно нет, поэтому сюрприз удался. Так, смотрим дальше. Дальше уже все по отдельности я заказывала пластины. Вот это мне очень понравилось от Николь Дайри. Посмотрите, какие классные рисунки. Особенно вот реверсивный стемпинг. Мы обязательно с вами протестируем и сделаем какой-нибудь дизайн. С этой пластиной будет шикарный. Такие часики, циферблаты. Птички тут летят. И цветы, и вот крыло, как будто из циферблата. Ну, такие, знаете, интересные. Вот прям оригинальные рисунки. Так, следующая пластина. Ага, здесь придется нам открывать, потому что ничего не видно. Тоже от Николь Дайри. Они все вот сзади имеют вот такую белую подложечку. Так, смотрим, что здесь у нас. Здесь тоже красота. Здесь тигры. Тоже красивые можно сделать рисуночки, дизайны на ногтях. Вот, даже, смотрите, вот здесь вот. Кстати, вот когда на пластине смотришь, бывает непонятно, что там за вообще сюжет. А когда отпечатаешь, вот тогда уже все проявляется. Когда раскрасишь. Вот здесь, видите, тигр сидит задом. Вот его как бы трудно тут уловить в рисунке. И вот здесь морда тигриная. Ну, короче, шикарный. Везде тут тигр. Леопард вот здесь вот сидит. Вот он скачет, леопард. Ну, короче, тоже интересная. Протестируем попозже. Следующая такая миленькая, миленькая прям пластинка. Не знаю, так она мне понравилась. Я не знаю, кто будет выбирать или нет такие рисунки. Ну, шикарные, посмотрите. Такой вот олененок с мамой. Здесь белочки. Зайчик сидит в цветах. Ну, все, конечно, надо отпечатывать. Так трудно уловить. Ежик вот сидит. Сова. Короче, рисунки вообще шикарные. Медвежонок вот, по-моему, с детем тоже сидит. Котики здесь, мордочки. И вот эти мне нравятся всегда. Просто огромные. Видите, вот у меня, допустим, даже на большой пашечке, будет очень большой рисунок. Ну, можно брать элементами. Не обязательно весь. Шикарная тоже пластинка. Так, и последняя. А последняя у нас новогодняя. Ну, она так мне понравилась. И там, кстати, была распродажа. И поэтому, видать, что, ну, как бы не сезон. Они делают цену подешевле. Ну, почему бы не взять? Я вот из-за вот этих надписей. Праздник к нам приходит. С Новым годом, если что. И вот здесь елки-палки. Ну, классные, я считаю. Гирлянды такие новогодние. Новый год, как говорится, не успеешь оглянуться, глазом моргнуть, как опять он наступит. А у меня уже будет вот в запасе такая красота. Тоже позже протестируем. Вот так они выглядят уже в раздетом виде. То есть сняла пленки с них, полностью раскрыла. Давайте поближе посмотрим на них, какие красивые пластиночки. Ну, так лучше видно рисунки. И я решила за кадром сделать все оттиски. Потому что затянется видео, если мы будем долго возиться с каждой пластинкой. И скажу свое мнение, покажу результаты и сделаю несколько дизайнов. И покажу уже в конце видео вам эти дизайны. Вот, очень красивые. Все равно есть что-то, можно выбрать какие-то элементы. Эта одна идет на подложке. Кстати, сзади вот такая еще была инструкция. Вот такая красота. Показываю верх ногами нормально. Я сама не глянула в камеру. Смотрю на инструкцию. Ну, все. Теперь я сделаю каждый пластинку оттиски. Покажу уже готовый результат. Ну, вот готовые уже дизайны, отпечатки. Отпечатывала я этим же штампиком, вот этим новеньким. Так, ну, лаки у меня обычные. Покажу вот. Вот они все, которые сегодня участвовали в тестировании. Розовенькие. Они старые у меня уже. Поэтому, если у вас есть крутые лаки, будет еще круче. Все тонкие линии, как видите, отпечатываются прекрасно. Так, вот она новогодняя пластинка. Здесь вот этот рисунок я немножечко повозюкалась. И получился, что буквы не отпечатались. Надо более быстро. Хотя рисунки тоже такие. Гравировка хорошая. Следующее. Вот это вообще я так балдела, пока я ее отпечатывала. Здесь целые истории. Такая красота. Я же говорю, кто это придумывает, а? Посмотрите. Целые картины на ногтях. Тоже шикарно все отпечатались старым лаком. И вот эта пластина, которая шла вместе со штампиком. Тоже у меня старый лак такой. Знаете, я показывала как-то. Он плохо. Так, хотела быстро найти. Вот этот вот. Он был в наборе с белым. Он плохо отпечатывался. Но, тем не менее, как видите, он взял все тонкие линии. Если лак взять получше, то, естественно, все получится. Вот эти рисунки можно сделать также реверсивным, раскрашенным. Так что имеет место быть. И вот еще одна красота Николь Дайри. Какая прелесть. Обязательно сделаю дизайны. И покажу вам, что у меня получилось. Сделала я несколько дизайнов. Давайте я вам покажу, что у меня получилось. Значит, здесь у нас реверсивный стемпинг. Вот эти три дизайна с пластины, которая у нас идет с тиграми. Так, вот она. Вот эта пластинка. И дизайны с нее. Ну, здесь, конечно, темный фон у меня. Знаете, у меня просто типсы лежали уже выкрашены из каких-то распаковок. И я просто на них не стала заморачиваться. Некоторые, конечно, вот белые, например, я решила подкрасть. Я не знаю, что-то фокус пропадает, плохо видно. Вот эти два дизайна сделала с пластиной, которая у нас идет с часами. Так, это вот это. Так, плохо тут видно. У меня все отсвечивает. Это вот с этой пластинки. Ну, здесь вот белым я просто сделала как бы реверсивный стемпинг. Его плохо видно, но у меня такая была задумка, такие белые, пушистые цветочки. И просто где-то небольшие штрихи именно серебром. А здесь вот такие вот красивые часики с орхидейками на серебристом фоне. Так, следующие здесь у нас идут как раз с той самой пластиной, которую я не особо обрадовалась, которая шла со штампиком. Вот эта вот пластиночка. Ну, вот три дизайна сделала с нее. Здесь вот такие цветы, тоже реверсивный стемпинг. Сверху я добавила блесток и фон такой, чтобы был с блестками. Здесь на сером фоне такие ромашки тоже с реверсивным стемпингом. И здесь у меня просто розочки. Ну, розочки, они, вот посмотрите, белые. Я сверху их гель-лаком с блестками просто раскрасила и сделала небольшой объем. Ну, такой вроде простенький, но тем не менее. Так, ну, два новогодних, хоть сейчас лето, можно сказать, почти. Вот эта пластинка новогодняя. Вид у них, конечно, уже пошарпанный, потому что я с ними работала. И вот такие вот два простых дизайна. Тоже здесь сделала гирлянду на выкрашенной типсе. И на сами снежинки добавила немного блесток. И здесь тоже елки-палки написано. И вот по бокам просто гирлянды, опять же, с этой пластины. Так, и вот еще с самой милейшей пластинки, которая у нас тут с животными, с разными. И с нее я вот сделала вот таких вот котиков. Здесь у нас такой злобный котик на матовом фоне, а снизу лапки такие на глянцевом. И здесь наоборот, лапки матовые, мордочка кота такая добрая. И вот у нас тут зайчики. Здесь я уже матовым сделала фоном. Вернее, топом матовым покрыла. Зайчик сидит у нас в кустах один, и одна вот пляшет зайчиха. И вот такой нежный дизайн, то есть мама олениха с ребенком. Так что вот такие дизайны простенькие. Если понравилось видео, ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр. Всего вам хорошего и до новых встреч!